С учетом специфики выставки я немножко сузил тему, потому что на самом деле готическую литературу, кинематографию и готических кинематографов в рамках одной или даже цикла лекций, наверное, невозможно совершенно рассмотреть в малом-мальском приближении, потому что, на мой взгляд, вряд ли какое-то еще направление художественное настолько повлияло на кинематографу как Готика. Пожалуй, только социалистический реализм, наверное, настолько же плотно был кинематографом исследован. Поэтому, отталкиваясь как раз от исходной темы выставки, мне показалось, что было бы интересно сосредоточиться на таком очень классическом, безусловно, готическом, но гораздо менее, наверное, известном таком образе как «Всадина без головы», потому что, конечно, в сравнении, скажем, с Дракулой, из «Чудовища Уфана Кенштейна». Нельзя сказать, что это совсем антипический образ, что невозможно без него представить готическую картину мира. Но мне, честно говоря, кажется, что это не совсем так. Вот я постараюсь сегодня и себе, в первую очередь, и вам, попробовать доказать важность этого образа для мировой массовой, в первую очередь, культуры современной. Здесь мы видим, как бы, ну, пожалуй, самую классическую инкарнацию «Садина без головы». Это кадры из фильма Тима Бартона «Сонная лощина». И, в общем, для очень многих так выяснилось, причем не только панашество в Атлантике. Это стало и было не первым таким опытом общения и знакомства с этим персонажем. При том, что именно вот этот вот как бы «Садина без головы» Бёртеновский, он был уже продуктом, безусловно, постмодернистым таким, впитавшим в себя элементы всех своих предшественников, самых разнообразных. И, наверное, мы с них сейчас и начнем, а к Бартону и к его всаднику логичным образом приблизимся, когда до этого дойдет время. Собственно, вот Дулахан, персонаж ирландского фольклора, это, безусловно, прямой бредок «Садина без головы», как мы его и сейчас знаем, если, в общем, не сам этот всадник как таковой. Вот здесь на картинке немножко не совсем точно выдержана цветовая гамма, потому что, разумеется, у настоящего Дулахана, логичного всадника, и конь черного раного, и одежда его, сшитая из частей человеческой кожи и всяких других достаточно сомнительных тканей, скажем так. Вот, но при этом абсолютно верно, что в качестве посоха он использует спинной хребет, планочник, а в руках у него его собственная, собственно, голова. Вот, то есть, он такое описание без головы с головой получается. Вот, голова – это по форме, по замку, как принято считать, и по тактильным, так скажем, свойствам. Она больше всего напоминает голову заплесневевшего сыра, вот, что, в общем, на самом деле логично, потому что как раз вот наибольшее распространение, предание Дулахане получили, помимо ирландцев, как раз вот среди голландских переселенцев Новый Свет, вот, ну а где Голландия, там и сыр, понятное дело. Вот, ну, собственно, довольно долго этот мифологический персонаж, как бы демон такой, который обладал всеми самыми неприятными свойствами, которыми только может мифологический герой обладать, то есть встречи с ним, с Ульей, если не мгновенно, то отложенную смерть, безусловно, вообще попасть ему под взгляд вот этот вот, ну, глаз его, который, кстати, в общем, достаточно так резво себя виден на этой вот сыроподобной голове, он не все время бедный такой, вот, как было принято считать, хищно так, по лицу, потому что от него осталось, в общем, выглядело это все достаточно зловейшее, как принято считать. Ну, и в конце концов, в качестве такого вот вестника черных всяких дел, вестника смерти, вот, из совсем древних, как и средневековых преданий уже после того, как немецкие, голландские, английские переселятся, ирландские, соответственно, тоже, переселились в Америку, вот, и у них там начала формироваться, как бы, как бы, и собственный фольклор, вот, во многом, конечно, замешанный, в первую очередь, на тех преданиях, которые они привезли с собой, вот, вот. Ну, и вообще, вот, то, что можно назвать, такое, вот, готическое мехование Американо, в принципе, вот, в общем, в результате образ вот этого вот «Садника без головы», ну, вот, которого Палаханом уже, конечно, называли, а просто, ну, «Headless Orson», вот, вот, он, ну, переселился в какие-то такие легенды, предания пылицы, вот, уже теперь американского фольклора, вот, и, в конце концов, ну, как бы, вот эта, вся история была зафиксирована в классическом, в классическом новой, в общем-то, в том, в виде легенды о Сонной Лощине, вот, с которой, по большому счету, вот, настоящая жизнь, кстати, как из головы в культурном контексте и началась, вот. Вот, на самом деле, ну, то, что довелла это, безусловно, относится к готике, сомнений, наверное, нету, вот, но я бы вряд ли назвал ее, как многие, там, исследователи тоже, вот, я бы не относил ее к литературе ужасов, вот, все-таки, потому что, несмотря на весь этот, вот, мистический, вроде бы, антураж, или, там, в общем, и герою, главному, и кого же Крейну, и, собственно, и читателем, приходится немало острых ощущений пережить, вот, но все-таки с классическим понятием литературного момент ужаса связан, наверное, вот новеллы Ирвинга в том виде, в котором она была напечатана, в котором воспринималась большую часть времени, она, наверное, не является, вот, поэтому, ну, собственно, неудивительно, что с появлением вот кинематографа, вот, на нее обратили внимание практически немедленно, вот, вот, по-моему, первый фильм по Ирвингу, ну, как фильм, небольшая караточка совсем, вышел в 1896 году, вот, и впоследствии много раз экранизировалась эта книга, вот, в десятые, двадцатые годы в Америке вышла, ну, наверное, с дюжин небольших и побольше фильмов о самой овощине, о сайте без головы, но, впрочем, тут надо быть осторожным, потому что, скажем, несколько вестернных десятых годов, вот, тоже носили, думаю, то же самое название, вот, при том, что садники там были, но с головами у них все было в порядке, это просто, так, совпало, вот, и, куда бедно, к тридцатым и двоевиким годам, в общем, вот, вот, история Кобода Кремни, история Сонной Ващины и история «Всадников из головы», она, ну, вошла в такой американский контекст, ну, который можно, в общем, смело, совершенно назвать вот именно Халагинским, вот, потому что вот этот вот сам, этот образ всадника и обстоятельства, которые, ну, в общем, все было очень похоже на то, что происходит обычно в канун Дня Всех Святых, и, в общем, тут вполне логично, что, начиная с тридцатых годов, именно «Сонная Ващина» и «Всадников из головы», он стал любимым персонажем, как-то не странно, скорее, такого кино и телевидения, в первую очередь семейного, вот, то есть, экранизации ее можно встретить вот в многочисленных всяких альманахах, там, «Сказки и небылицы», телевизионные американские, вот, «Шоу Ширли Темпл» было такое, значит, тоже там рассказывали классические всякие истории, вот, огромное количество, ну, всякого рода таких постановок абсолютно вот в традиции нашей передаче «Госяру сказки», вот такие, вот, и на уровне, вот, других похожих, как бы, вот, американских таких фольклорных историй, вот, вот, «Сонная Ващина» попала вот в такой контекст, в общем, семейный, очень уютный, вот, ну, собственно, чем отличается и новелл Иринга сама по себе, вот, вот, она как-то неотъемлема от этой, вот, неторопливости, от каких-то трубочных дымков, которые, вот, под эту всю историю, вот, развеются и вот рассказывают, что тогда, вот, когда вы это послушались, вот, все это очень неторопливо, у нас с какими-то правильными паузами, вот, там, порежки горят в каминах, в общем, все очень неторопливости, ну, и тыква, разумеется, как бы, вот, классическая тыква хэллоуиновская, которая довольно часто в экранизациях, кстати, заменяла всяких без головы его вот так вот приславливую голову, мы, кстати, увидим на конкретных визуальных примерах, так скажем, эту штуку, вот, и на самом деле самым, пожалуй, ярким и самым убедительным проявлением сонной лощины на экране до появления фильма Бёртона, вот, как ни странно, была мультипликация, вот, самые удачные экранизации Ирлинга, вот, были выполнены анимационные, вот, и, конечно, там первым среди равных является, диснеевский проект или легенда о своем овощении, который вышел в 40-ом году, вот, он сначала должен был быть полнометражным фильмом и войти вот в золотую такую классическую погоду, диснеевский, типа Пиноккио, фантазии «Спящая красавица» Дамбу и всего остального, но в результате, по многим причинам, вот, мультфильм оказался, ну, обычным, такого формата, вот, но, безусловно, на мой взгляд, шедевром, вот, это, собственно, всадим без головы, как его увидел нарисованный Никобор Крейн, вот, соответственно, вот, халавиновская тыква заменяет ему голову, вот, и на самом деле должен сказать, что, несмотря на то, что это Дисней, несмотря на то, что это, как сейчас бы сказали, как возрастная категория ноль плюс, вот, но, вот, вот, проскок всадника по ночному лесу, вот, он способен, в общем, напугать и вполне себе такого сознательного зрителя, вот, невероятный совершенно по качеству, у нас действительно золотые годы Дисней, вот, огромное количество можно увидеть и ритмических, и каких-то, вот, чисто визуальных отсылок к диснеевской классике, вроде той же Фантазии, в общем, чей, вот, «Деяло Чернобог», как бы, вот, он там, появляется в одной из новых «Ночи на Лосе-Гаре», вот, его, кстати, рисовали с Белой Лукашевым, с «Полнышной роли Дракулы», с самого лучшего и самого главного, вот, и, вот, на самом деле, всадим без головы, в основном, вообще, на диснеевской, он на Чернобога, в общем, похож, и, я думаю, что вряд ли это произошло бессознательно, вот, абсолютно очаровательная, совершенно, замечательная, совершенно, картина, вот, остроумнейшая, вот, повторюсь, вот, очень жуткая, и, на самом деле, как ни странно, довольно близкая к оригиналу, вот, именно вот этой вот, наверное, своей интонацией не страшных ужасов, ужасы, которые скорее будоражат, нежели, ну, действительно, выгоняют в какую-то депрессию, в настоящую, вот, или в стресс. Но это мы все говорим, безусловно, о Соединенных Штатах Америки, вот, и о тамошнем контексте, вот, потому что, несмотря на то, что, разумеется, легенда о своем плаще, ее можно было без труда разыскивать на русском языке, ну, всегда было, там, в маломальско-академическом, там, издании американской, там, антологии, ну, то есть, ну, не было никогда, вот, труда, ну, надо было просто импульс получить какой-нибудь для того, чтобы в советское время найти эту книжку. Но, понятное дело, что, ну, кроме, в общем, специалистов, наверно, никто у нас ее толком себе не представлял, потому что, тем более, она не стала частью какого-то коллективного, такого, бессознательного, как в Штатах, вот, потому что и Халавина у нас не было никогда, в общем, и, вот, но зато, ну, собственно, прожили мы почти, ну, больше полувека без всякого всадника без головы в Советском Союзе, вот, но при этом у нас был свой всадник без головы, вот, ничуть не менее интересный, ничуть не менее, вот, ударяющий воображение до сих пор, вот, речь идет, конечно, о картине Владимира Вайнштокова, которая, собственно, так называется, всадник без головы, вот, поставлена она, понятно, не по Вашингтону и Ирвенгу, по Майдриду, вот, который был у нас, ну, я думаю, что он был популярен у нас точно так же, как в Америке, Ирвин, вот, а Ирвин в Америке был так же популярен у нас, как Майдрид в Америке, вот, то есть, ну, не самый популярный, как ни странно, писатель американский, вот, который, в общем, гораздо больше значение имел для отечественного читателя, вот, и поэтому, собственно, наш всадник без головы, фильм вышел в 73-м году, вот, и он, в общем, оставался на протяжении всех этих времени для нас единственным углом, вот, понятно, что здесь мы, конечно, в гораздо меньшей степени можем говорить о готике, вот, хотя Майдрид на самом деле сам имел немецкие корни, и, в общем, при написании своего романа, безусловно, вдохновлялся вот именно этими вот исходными преданиями о Далахане, с которых все началось, вот, и если мы говорим о готике, пусть даже американской, то все равно здесь скорее речь идет о готике такой, если можно так сказать, с латиноамериканской, то есть, вот, вот все, что связано, то есть, если мы берем в этом аспекте, то тут речь идет скорее не о Халавине, вот, в англосаксонском вот этом представлении, а о мексиканском Дне мертвых, вот, который, в общем, тоже имеет свои, там, национальные традиции и прочее, вот, ну, очень специфичен, примерно, вот. Здесь, в этом аспекте, в нашем, так скажем, аспекте с головы, хотя снимался он не только в Советском Союзе, а вообще, на самом деле, советско-кубинская картина, вот. Вообще, Владимир Владимирович, режиссер Лайнштокман, ну, известен, в первую очередь, как сценарист мертвого сезона фильма, вот, но до этого вошел, безусловно, в историю и советского, да, на мой взгляд, мирового кинематографа, безупречными абсолютно приключенческими фильмами тридцатых годов, вот, в первую очередь, пятнадцатилетний капитан и дети капитана Гранта. Он был представителем, как раз, вот, той школы и того направления, как бы, советского кино, которое, вот, прежде всего, в жанрах вот этих своих изводов, как бы, на самом деле, было абсолютно неотличимо от глиузских картин того же времени и тех же жанров. Вот, то есть, если мы возьмем какие-то, там, комедии или мюзиклы тридцатых годов, и тем более приключенческие картины из, так сказать, зарубежной жизни, да, вот, Пожорю, Верну, там, и прочее, по Стивусу. Вот, то есть, если не видеть на экране знакомых наших артистов, вот, и, там, не обращать внимания, что они по-русски говорят, очень легко перепутать, на самом деле, примерно с такой же продукцией, там, метро Голдвин Майер того же времени, вот. В принципе, с «Всадником без головы» здесь получилась та же самая история, вот, потому что, тут, ну, тут единственное, что, я понимаю, что во главу угла встает, в первую очередь, как бы, звезды, ну, то есть, понятно, там, и Олег Видов в главной роли, и все остальные. Вот, здесь и интересны, в первую очередь, как бы, вот, именно главные герои самого произведения. Сам всадник, он остается, ну, скорее, таким, там, образом и жупелом своего рода. Но, что характерно и примечательно, как и в оригинале у Ирвинга, вот, все это оказывается, в конце концов, ловушкой и фейком, скажем так. То есть, и в том, и в другом случае, вся мистическая подоплека, так или иначе, соответственно, рассеивается подобно тому же самому трубочному дыму. Вот. Но только если у Ирвинга, там, все-таки, вся эта интрига была вокруг, как вы помните, там, наследства, то есть, какие-то, вот, внутренние семейные разборки, то у Майнрида и у Анштока, конечно, та же самая история, она была затеяна для того, чтобы разрешить, скорее, некоторые, ну, социальные и национальные противоречия. То есть, он гораздо более гражданственен, если можно так сказать. Вот. Что, тем не менее, ни в коем разе не отразилось на эффектности, собственно, вот этого вот самого образа всадника. Это не самый, к сожалению, типичный кадр, потому что самые эффектные его появления, они связаны, конечно, с темным небом, с раскатами грозы. Вот. Но и, но даже в этой ситуации, как бы, вот мы видим, что, конечно, и кадр выстроен великолепно, вот. И, действительно, тревога от этой фигуры, в общем, нешуточная идет. Вот. Поэтому неудивительно, на самом деле, что, ну, до самого последнего момента, а вернее, ну, если возвращаться, то, конечно, вот до 99-го года, когда вышел фильм Бартона, вот. Вот. «Всадник без головы» вызывал, ну, вот, однозначная, абсолютно ассоциация. Вот. При том, что на протяжении всего этого времени западные кинографисты о этой истории, ну, не сказать, чтобы забывали время от времени, ну, вот, помимо вот этих вот каких-то телешоу на эту тему, выходили, так или иначе, разного рода фильмы. Вот. Значит, это «Легенда о сонной лощине» в роли иковода Крейна Джефф Голдлум, что, в общем, сейчас это выглядит довольно странно, потому что, ну, он в последнюю очередь ассоциируется с подобного рода персонажем. Вот. Но тогда это было, в общем, вполне оправдано, потому что, пожалуй, самой яркой на тот момент его ролью была главная роль в фильме «Муха» Дэвида Кроненберга. Вот. С ним там, с красавцем, в общем, по тем временам. Тогда еще вот с ним происходили невероятные совершенно трансформации. Вот. В какой-то момент его собственная голова в фильме «Муха» начинала очень напоминать голову, собственно, Далахана по всем приметам. Вот. Но почему-то так или иначе вот оказалось, что он будет интересен и в роли иковода Крейна. Вот. Опять-таки, как мы видим, вот снова голову заменяет халавиновская тыква. Вот. А что до самой картины, это, ну, на самом деле, вот ровно так и вот, как может показаться, она и выглядит. То есть, ни особенных достоинств, ни особенных недостатков, вот, в ней не наблюдается. Интересна она, пожалуй, вот разве что тем, что почему-то вспомнили вот об этом сюжете. Вот. Но так или иначе вот все это не пошло дальше фильма, который вышел, кстати, ну, вот тут не зря, собственно, коробка от видеокассеты, потому что довольно сложно найти нормальный такой толковый, как бы, кадры. Вот. Я хотел поискать непосредственно, как выглядит всадник, собственно, вот, в фильме. Мне, честно говоря, этого сделать не удалось. Вот. Но сам факт, что вот этот фильм вышел, он, по-моему, приятный. То есть, если, в принципе, вас эта тема интересует, вот, пропускать его, наверное, не имеет смысла. Вот. Вот. И вот мы подходим к девяносто девятому году, в который вышло сразу два фильма. Картина-легенда о сонной лощине. Это телевизионный тоже фильм. Он примечателен, наверное, в первую очередь, и едва ли не единственный, тем, что вышел вот параллельно с блокбастером, как бы, Бертона. Вот. Но, на самом деле, вот, те, у кого руки дошли до этого фильма, все-таки, там, угрочисту спортивного интереса, вот, вынуждены признать, что, пожалуй, вот, эта экранизация является наиболее уважительной и точной по отношению к книжке «Первоисточник». Вот. И в ситуации, когда вот этот фильм вышел параллельно с Бертоном, это было очень важно, вот, потому что этот режиссер, он, конечно, подошел к классической вот этой легенде абсолютно по-своему. Вот. Вместо канонического переложения выдал собственную версию, вот, которая при этом стала, вот, сейчас сколько уже прошло времени? Чуть меньше двадцати лет, да? Почти двадцать лет, как я понимаю, да? Правильно. С момента выхода, ну, сейчас, наверное, ни у кого не возникает сомнений, что вот, если существует канон, то вот он. Ну, мы говорим «Сонная лощина», подразумеваем Бартон, вот, ну и наоборот, соответственно. Вот, собственно, «Псадник без головы» в исполнении, ну, то есть в режиссуре Бартона, а в исполнении Кристофера Уокена. Вот, прекрасный артист, несмотря на то, что большую часть он, как бы, вот, headless, как бы, проводит, да, без головы, вот, тем не менее, безупречно, вот, сыгранно. Причем, и что интересно, сыграл он бесплатно, вот, потому что уж очень хотел, действительно, поучаствовать именно в этом проекте, именно с такими соратниками. Вот, образ великолепный, абсолютно, очень страшный, вот, но не лишенный при этом, вот, какого-то такого, ну, совсем экстремального романтизма. Я думаю, что вот Бертоновскую версию всех помнят неплохо, вот, он, конечно, там, вот уж кто всадник-рыцарь, что называется, это, безусловно, вот, всадник воспоминания. Уокена. Интересно, кстати, что Уокен, как, как он, в 83-м году, если я ничего не путаю, он снимался, опять-таки, у Кроненберга, вот, от которого никуда, как получается, не деться. В фильме «Мертвая зона» в главной роли, вот, играл там учитель литературы и, разумеется, ни о чем другом, кроме как о сонной лощине, вот, в кадре попросить своих учеников, ну, не смог. В общем, напророчил, получается. Не знаю, не ошибусь и не возьму, наверное, на себя там слишком много, если скажу, что, вот, бертоновская «Сонная лощина», как никакой фильм, отвечает понятию, как бы, там, шедевр, да, вот, потому что, на самом деле, вот, сколько раз его не пересматривай, это, ну, конечно, удивительно абсолютно, вот, произведение во всех смыслах, как бы, его интересно смотреть и с точки зрения преломления, как бы, вот, оригинального сюжета, его невероятно интересно смотреть с точки зрения, ну, пресловутой готики, и вот тут уже мы переходим именно к готическому ужасу, вот, потому что, пожалуй, вот, именно бертоновская «Сонная лощина» — это первый по-настоящему страшный фильм, ну, в прямом смысле слова, который на эту тему был сделан, вот, он очень кровав, вот, вот, одних голов, ну, то есть, вот, непосредственно обезглавливаний, там 18, вот, в кадре происходит. Ну, много еще, вот, всяких любопытнейших нюансов, вот, такого, такого же плана. Ничуть не менее интересно посмотреть на «Сонную лощину» именно как на фильм Бёртона, потому что, помимо, ну, всех необходимых условностей, он добавил туда очень много того, что в книжках и в предыдущих экранизациях не было, а на самом деле является очень, ну, интересными моментами. Ну, начнем, как минимум, с времени действия. Вот. Действие Бёртоновской «Сонной лощины» происходит на самом рубеже веков, но это непривычная смена XIX на XX век, а это смена XVIII на XIX. Вот. Такого, по-моему, на самом деле в кино не было. Вот. Вот. И вот то, как герой и Кобот Крейн в исполнении Джонни Деппа, как он встречает XIX век, предполагая, что всех их ждет развитие прогресса, как бы, и какой-то новый вот этот вот, там, естественно-научный, да, естественно-испытательский эон такой новый, да. Вот. Но потом оказывается, что еще и в уходящем XVIII веке существует много того, что и нашим, и не нашим мудрецам, конечно, вот, пока не снилось. Ну да, вот я знаю, что фильм жуткий, вот, причем это вот не ощущение какой-то смутной тревоги, да, он производит, а это действительно вот настоящий голливудский хоррор, хоррор, как мы его себе привыкли представлять, то есть это именно там кровь, внутренность и какие-то чудовищные четвертования. Вот. На самом деле в Америке даже перестраховались еще больше, то есть вот, если мы посмотрим, ну, они, я просто не стал уж брать картинки, потому что они ничего особенного не представляют из себя, вот, но если мы возьмем афиши, сонные лощины американские, вот, то мы на них всадника во всей красе не увидим. Вот. Предполагалось, что он в центре постера, ну, примерно вот в таком виде должен был стоять, но прокатчики сказали, что это совершенно неприемлемо, что это слишком страшно для той аудитории, для которой фильм предназначался. А там, несмотря вот на весь, на всю эту смурь чудовищную бартоновскую, там все-таки в результате были не очень высокие возрастные ограничения, вот. И, в общем, конечно, перестраховывались как могли, но в результате всадника с плакатов убрали, и родители с детьми дружными рядами, как бы, думая, что им нечего бояться, жили в кинотеатре, и там на них уже выплескивалось все, вот, по полной, по полной программе. Вот. А, ну вот, собственно, мы видим и Кобода, и Всадника, и прочих героев. Красоты немыслимой, конечно, картина, очень много всего вспоминается, то есть понятно, что Бёртон как человек такой визуальной культуры, как бы, ну, причем на уровне таком, что я, честно говоря, не уверен, читал ли он вообще Ирвинга, вот, а все представление о сюжете, не, ну, сценаристы-то, наверное, читали, как бы, вот, за него я действительно не уверен абсолютно, потому что всю информацию он всегда с самого раннего детства, вот, брал только из кино, вот, читать особенно не любил, вот, хотя сам является тоже автором нескольких книжек, но книжки эти, если вы видели, видели, они в основном тоже из картинок с подписями состоят, вот, поэтому, ну, в общем, не суть важно, важно то, что, когда мы смотрим Бёртону с Сонной Лощино, мы одновременно, конечно, смотрим еще дюжину других, как бы, фильмов, ну, в первую очередь вспоминается, конечно, вся продукция английской студии «Хаммер», вот, это и их версии, и Дракул, и Франкенштейна, и мумии, вот, во многих из них играл, кстати, Кристофер Ли, который в «Сонной Лощино» у Бёртона появляется в роли судьи, опять-таки вспоминаются, безусловно, экранизации Эдгара По, снятые Роджером Корманом, павильонные картины, вот, очень недорогие, очень простые, но при этом, вот, этот вот дух Эдгара По, ловивший, как никто и никогда этого не делал, на самом деле, по большому счету, вот, если уж мы пытаемся какие-то навести мостки все-таки к отечественному восприятию всей этой истории, то для, там, нашего зрителя, когда он смотрит «Сонную Лощино», ну, помимо, уже, вот, и «Хаммера», и, пожалуй, можно вспомнить, и, там, фильмы 30-х годов студии Universal, вот эта вот знаменитая линейка их монстров, вот, это все, да, но наш зритель, он, помимо этого, еще обязательно, конечно, вспомнит фильмы «Птушко и Роу», вот, в случае с кое-то, в первую очередь, «Ви», вот, который сам «Птушко» не снимал, но был, там, техническим, в общем, и, таким, культурологическим, как бы, консультантом у двух молодых режиссеров, а в случае с Роу, это, безусловно, сказка о потерянном времени, вот, потому что, вот, этот, вот, волшебный лес, где происходят все эти возрастные трансформации, да, вот, с героями сказки о потерянном времени, вот, он временами абсолютно неотличим, как бы, вот, от тех чащоб, в котором приходится, значит, икободу действовать, а вот конкретно, кстати, вот это дерево, принципиально важное для фильма, оно, кстати, появляется на экране не в первый раз, и, в общем, тоже по готическому поводу, его вспоминали некоторое время назад, под ним же были похоронены слуги в фильме «Аминабора другие» с Николь Кидман, вот, тоже стопроцентно готический, такой, сильно недооцененный фильм, вот, о призраках. В общем, ну, неудивительно, что дерево, дерево действительно эффектное, вот, и, в общем, на самом деле, казалось, что в случае с сонной лощиной и в случае с, именно вот, этой версией, как бы, предел совершенству, в общем, достигнут, вряд ли уже что-то можно сказать, там, лучше, или хотя бы, там, по-другому, или еще как-то, вот, хотя продолжались попытки всякого рода, но хотя тоже уже такие достаточно экспериментальные, в частности, 12 лет назад вышел мюзикл под названием «Икобот», как это принято у мюзиклов с восклицательным знаком в конце, вот, это такая, ну, музыкальная, достаточно ироничная версия всех событий, вот, ну, достаточно сказать, что среди персонажей присутствует и сам Вашингтон Ирвинг, вот, среди прочих он тоже там какие-то зонги, значит, исполняет соответствующее. Вот, и, в общем, на самом деле мы как-то вот пришли к нашим уже дням с осознанием того, что, пожалуй, да, вот именно вот эта эстетика, она искала-искала-искала какие-то пути, наконец, нашла вот наивысшее такое воплощение вот именно в фильме Тима Бертона. Вот. Пожалуй, наверное, может быть на этом можно было бы остановиться, вот, если бы, собственно, вот в этом уже уходящем году совершенно неожиданные стороны и совершенно таких странных очень позиций мы не стали бы свидетелями очень невероятно любопытного во всяких отношениях возвращения именно к этой эстетике и к этой истории. я имею в виду кинокартину «Гоголь. Начало», вот, о которой, в общем, ну, и поспорили, и так кто-то поругал, вот, кто-то даже похвалил, вот, она собрала отличные деньги, вот, что для телевизионного фильма выпущен в кинопрокат, вот, вообще, неожиданная такая приятная новация. Вот. Я сразу хочу сказать, вот, я, пожалуй, поклонник этой картины, вот, при том, что я вижу огромное количество в ней неправильного, вот, но при этом на мой вкус число позитивных моментов в них все-таки превалирует, скажем так. А, вот единственное только я забыл сказать по поводу того, что... Нет, конечно, был после Бартона был еще один серьезный момент обращения к тематике. В 2014 году, опять-таки, по телевидению, вот, как сейчас у нас все делается, вышел сериал под названием «Сонная лощина». Вот, сейчас уже третий, насколько я понимаю, сезон проходит. Он рассказывает про Экабода Крейна, который реинкарнировался через почти 200 лет в современную действительность, вот, и обнаружил, что, в общем, демоны, вот, которые осаждали его в те времена, вот, никуда не делись. Вот, тут мы видим, вот, даже на полный экран картинка, вот, чем ближе, чем современнее, тем качественнее все. Вот, в общем, на фоне фонарей, вот, опять-таки, горцует на нетипичном, снова, белом коне, вот, вот, всадник без головы. Кстати, топор, вот, который был неотъемлемой частью бертоновского всадника, он все-таки скорее, вот, такая новация последнего времени, вот, потому что в классических вариантах обычно использовал всадник либо меч, вот, либо просто, ну, как, ну, либо он просто делал так, что вот голова со своего места как-то исчезала. Вот, это, это не самый плохой сериал в мире, вот, вот, он похож на самом деле, вот, это была, вот, несколько лет назад, именно в сериальном мире такая, вот, как бы, поветрие, вот, можно вспомнить, вот, сериал «Грим», наверняка многие видели, где два брата расследуют такие паранормальные дела, тоже вот, плотно завязанные на фольклоре всевозможном. Вот, ну, такая интересная, эффектная, в общем, довольно красиво исполненная штука, вот, но даже вот в разряде вот этой вот современной мистической сериальной продукции, вот, и готической, и хоррорной, и какой угодно, вот, в общем, это, конечно, не высочайшее достижение, потому что по сравнению, скажем, с американской историей ужасов, вот, во многом построенной тоже на подобных приемах, вот, где трансформируются какие-то архетипические темы литературы и кино этого направления, вот, ну, это «Сонная лощина», конечно, нельзя сказать, что там лучше, вот, но это просто хороший действительно, вот, сериал, но вспомнили мы на самом деле, ну, то есть я вот вспомнил про него не только для, как бы, полноты картины, да, вот, не для галочки, а еще и потому, что, как ни странно, вот, я уже начинал про это говорить, то есть уже переходя к Гоголю сейчас, вот, точно так же, как Бартон, ориентируясь, то есть принимая за «Сонную лощину», как бы, ориентировался в лучшем случае на каких-то предшественников первого ряда, вот, ну, то есть, вот, Корман или Хаммер, вот, то есть ему знакомая, вот, то режиссер, например, Баранов, поставивший Гоголя, как бы, вот, понятное дело, не ориентировался ни на что, кроме «Сонной лощины» Бартона и, соответственно, вот этого сериала последнего времени. И вот тут происходит очень интересная такая ситуация, потому что мы вот все время говорим, как бы, да, о каких-то вещах достаточно консервативных, да, укрепленных в традиции, то есть, вот, ну, только-только в последнее время предполагающие какие-то, вот, более, так, разнообразные трактовки. Вот, а сейчас оказывается, что, на самом деле, вот, вся вот эта вот готическая, как бы, история, да, она для подавляющего большинства, там, широкой публики, да, она для нее началась именно там, где она, по большому счету, закончилась, то есть, вот, в конце 90-х с Бартонским фильмом, вот, а для нашего зрителя и, как мы теперь понимаем, как бы, для творцов, как бы, вот, это был, собственно, ап-ово. Вот, это «Всадник» очень, на самом деле, страшный и хорошо сделанный, вот, не смотрите, что там капюшон, там в капюшоне нет ничего, на самом деле. Тут видно, что, на самом деле, конечно, кроме «Сонной лощины», режиссер Баранов посмотрел еще, например, «Властелина колец», вот, потому что от этих самых, как их называют, «Назгулы», да, вот, причем именно «Назгулов» Питер Джексоновских, вот, много что взято, но при этом действительно эффектная и серьезная штука, вот, даже более, чем скептические некоторые эксперты, как бы, вот, которые невысоко оценили, как бы, вот, фильм в целом отдали должное, что, вот, именно там, когда они стараются пугать, у них это получается, вот, хотя мне, например, кажется, что и когда они пытаются смешить, тоже иногда получается, не самым плохим, не самым плохим образом. К сожалению, пока что, вот, поскольку, собственно, фильм «Гоголь», «Начало», он потому так и называется, что это только начало, и мы до сих пор, как бы, не знаем, что там со всадником произошло, и какую он имеет природу, вот, хотя многое уже, вот, даже из того, что было показано, дает понять, что мы в кои-то веки имеем дело не с ряжеными какими-то, значит, конспирологами, вот, а действительно с проявлением какой-то инфернальной вот этой вот силы. А, ну вот, собственно, единственная фотография, которую я хотел показать, на которой нет всадника, но зато есть артист Евгений Стычкин, вот, на нем хотелось бы оставить немножко поподробнее, потому что, ну, мало того, что он сейчас, в принципе, так получилось, что он в этом году уже обрел абсолютно заслуженный и двухсотпроцентный какой-то просто культовый статус, да, вот, появившись и в сериале про Троцкого, вот, и во второй серии, сериал «Чернобыль», вот, и в совершенно, вот, как раз, собственно, позавчера на московские экраны вышел фильм под волшебным названием «Максимальный удар», вот, там Евгений Стычкин играет тоже главную роль, вот, и это что-то, искренне говорю, это замечательная картина, вот, она невероятная, вот, ну, чтобы поверить в то, что такое существует, лучше надо просто сходить, вот, и посмотреть, вот, но что делает Евгений Стычкин в фильме «Гоголь. Начало»? Вот, это поразительно, вот, я примерно понимаю ход мысли и режиссера, и, в общем, и ход мысли самого артиста, просто едва он появляется на экране, челюсть отпадает сама собой, потому что полное впечатление, что он непосредственно из Бартоновского фильма появился, вот, я не знаю, там, сказали ему сначала, там, пересмотреть лишний раз, вот, не сказали, но то, что он делает и то, как он ведет вот этот вот свой образ, я считаю, что Бартону бы не пришлось краснеть, как бы совершенно, если бы у него бы этот артист появился. Даже некоторое время назад фильм «Гоголь. Начало» посмотрел Эдуард Лимонов, вот, написал на него рецензию, высказал, кстати, несколько очень любопытных осуждений, но первое и главное, о чем он как бы вот в своем тексте говорил, как бы это именно артист Стычкин, вот, при том, что он не помнил, как его зовут, но он довольно похоже описал, кого он имеет в виду, вот, и просто поздравил его и всех нас с большой творческой удачей. Здесь я с Дани Аминовичем абсолютно согласен. Поэтому, ну, я понимаю, что, наверное, сейчас мы заканчиваем вот этот вот обзор, как бы, этих всадников на «Гоголе» просто чисто хронологически, вот, несмотря на… Ну, просто после этого, по-моему, еще ничего все-таки не сделали на эту тему. Вот. И, может быть, это выглядит, как бы, с одной стороны, как курьез, а с другой стороны, наверное, и правильно, что в результате вот эта вся ирвенговская культура, как бы, да, весь этот мир, он очень естественно и очень, как-то так, по-хорошему, что называется, трансформировался в фантазии на тему Гоголя, потому что, на самом деле, ну, что такое «Легенда о сонной лощине», как не американские вечеранахутри близ диканьки. Вот. Ну, что… А… И по интонации, вот, и по… Даже по подаче, что это из бумаг достопочтенного, что это записки родового паньяка. Вот. Пусть достаточно, вот, как-то там популярно, вот, пусть ориентируясь не на исходники, что называется, а вот на какие-то постмодерновые вот эти вот преломления, вот, пусть что угодно, но вот в этом, как бы, ну, безусловно, невыдающемся фильме, вот, да, вот, но каким-то странным образом, ну, очень мистически и, на самом деле, как ни странно, очень готично. Вот, сошлись какие-то важные вот эти линии, вот, позволившие соединить, вот, и Бёртона, и Гоголя, и Ирвинга, и Стокера, и кого угодно, вот, и, безусловно, то есть, ну, на самом деле, пожалуй, сейчас это и та сонная лощина, которую мы, в общем, заслуживаем, да, и тот всадник без головы, к которому мы, вот, логичным образом, вот, пришли. Но есть ощущение, что, и, собственно, даже фильм «Гоголь. Начало» дает очень серьезные вот надежды, что этот сюжет, он все-таки не до конца еще разработан, и даже вот после того, как, казалось бы, Бартон поставил, как бы, точку, да, можно ее вполне самыми невероятными, казалось бы, да, способами превратить в многоточие и в продолжение всего этого. Ну, так или иначе, я не знаю, в любом случае нам, по-моему, крупно повезло. Вот, на этом я, наверное, так, вступительную часть закончу, да, спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому